В воскресенье 1 июня Союз жителей Гонконга, поддерживающих демократическое движение в Китае, провел демонстрацию, посвященную годовщине кровавого подавления компартии в Пекине восстания студентов, требовавших демократических реформ. В демонстрации приняли участие около 3000 человек. Многие из них были участниками, проходивших в конце прошлого года в Гонконге масштабных протестов, которые получили название «Зонтичные движения». Демонстранты, среди которых было много студентов, требовали реабилитации инцидента 4 июня, обсуждение которого в Китае находится по строгим запретам. Они также выступили за всеобщие выборы – усиление демократии в Гонконге, над которым в последнее время все большее возточает контроль правящая в континентальном Китае компартия. Демократическое движение студентов в Китае в 1989 году тесно связано с демократическим движением в Гонконге. Мы должны продолжать добиваться, чтобы режим Компартии ответил за устроенную тогда бойню. Мы также подвергаемся давлению со стороны коммунистического правительства, и мы, жители Мадирика, должны встать и выразить свой протест. Это хорошая возможность для нас, студентов, сообщить всем, что мы не забыли те события 4 июня, и всегда будем помнить о них. Те события 4 июня непременно надо помнить. Тогда студенты принесли себя в жертву по имени демократии. Именно этот их дух, бесстрашие, мы не должны забывать. Мы должны чтобы мы не стояли, чтобы мы не стояли, чтобы мы не стояли, чтобы мы не стояли. Мы должны чтобы мы не стояли, чтобы мы не стояли. По официальным данным власти КНР, в результате разгона демострантов 4 июня 1989 года погибло около 200 человек. По данным правозащитных организаций китайских демократических активистов, число погибших может достигать 7 тысяч человек. И на пользу до этого верночь и очень крепкийdi York. И нужно победить с обрабатывающим от таких ограничений. Бан.